Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию коррупции прошло в администрации района под руководством главы Заура Хамирзова. Присутствовали главы сельских поселений, заместители главы, начальники управления и отделов администрации района. Всего членами комиссии было рассмотрено два основных вопроса. Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса в повестке дня, Заура Скорбевич поздравил с замечательным событием с днем рождения экс-главу Дмитриевского сельского поселения Руслана Тутаришева. Хотел бы поздравить Туристову Руслана Юрьевича с днем рождения. Сегодня человек присутствует в этом зале. Моего специально пригласили и вручить благодарственное письмо главы Республики Адыгея. Руслан Юрьевич от имени жителей Республики Адыгея, от себя лично выражаю вам большую признательность и благодарность за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие местного самоуправления. Сегодня во многом благодаря вашим усилиям, профессионализму, ответственности и принципиальности в муниципальном образовании Дмитриевское сельское поселение Кашкабрского района Республики Адыгея созданы благоприятные условия для участия населения в решении вопроса местного значения, активизации правотворческой инициативы граждан, дальнейшего развития территориального общественного самоуправления, что в полной мере позволяет муниципалитету твердо идти по пути преобразований, уверенно смотреть в будущее. Примите самое теплое пожелание, крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и оптимизма. Удачи вам, получи и всего самого доброго. Глава Республики Адыгея, Кумпио Мурат Королевевич. По анализу обращений граждан за 6 месяцев текущего года доложила заведующая общим отделом администрации района Оксана Кидокоева. В администрацию муниципального образования Кашхабинский район от граждан поступило 450 обращений, 107 устных и 343 письменных обращений. В том числе из администрации главы Республики Адыгея и кабинета министра Республики Адыгея передано на рассмотрение 23 обращения. Анализ поступивших обращений показывает, что в большинстве случаев людей волнуют проблемы, связанные с оказанием на неотложные нужды на ремонт жилья. Обращение граждан по вопросам, связанным с оказанием материальной помощи, составляет 14% от общего числа заявлений, поступивших с начала года. Кроме того, поступили обращения по вопросам льгот 6,6%. Решение жилищных проблем 6,8% от общего числа обращений. В связи с наводнением в мае месяце 2017 года обратились в электронную приемную президента Российской Федерации. Обращение было рассмотрено и о результатах обращений проинформировали автора обращения. Срок, естественно же срок, все были проинформированы. Далее по второму вопросу по мониторингу ведения электронных дневников и журналов выступил начальник управления образования Кассей Киргашев. Общевразовательные учреждениях района в электронном виде предоставляются услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся в ведении электронного дневника журнала успеваемости. Для предоставления этой услуги был разработан административный регламент и твердер по остановлению под администрацией муниципального Кашкарского района номер 12 от 24 января 2016 года. Объяснение изменений по предоставлению муниципальной услуги, предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся в ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости. Задача общевразовательного учреждения – это открытость, своевременное информирование родителей, законных представителей и лиц, и заменяющих ответственных лиц, главных потребителей образовательных средств. На этом работа комиссии была завершена. Продолжение следует...